Девушки отдыхают 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 знаете что такое в москве алексей алексеевский пост такое понятие олег ну понятие жизнь железнодорожная алексеевский пост находится под находится под рижской эстакадой вам location говорю вот а что что это за что чем она примечательная эта станция ну вам и хорошо нет но многие москвичи даже не жили не железнодорожники знают это пограничная станциями между октябрьской московской железными дорогами как вот допустим идут транзитные поезда из питера на юг до москвы они идут на ленинградский вокзал а если так стать там из питера на белгород на нижний новгород они перед останкино сворачивает на боковую ветку и потом потом вклиниваются в современный второй диаметр между станциями ржевская каланчевская и вот пограничная станция между октябрьской дороги и московской называется алексеевский пост она она числа она числа служебная там нет остановки пассажирской это число служебная станция но может немного раз там жили станция николаевка слышали понятно ладно ну ладно я понял что вам это может не не интересно у вас такие детские вопрос но я понял я его не оправдать нормально я понимаю что большинство не знаю да по и я же не буду задавать вам вопросы там какая станция на кой на кой ветке метро это москвич знает да а вы а вы мне а вы меня можете спросить даже по любому направлению железной дороги от любого вокзала я вот не не заглядывая в google вот так вот руки будут держать не трогая мышку и вам назову все станции в пределах москвы ближнего пригород называйте любой вокзал но хорошо да вы не может вы можете проверить меня ну ладно нет смысла так нет но я вас понял но если вам интересно такие беседы у меня не только по москве у меня есть история политика заходите на мой канал если тематика у вас железная дорога это не главная тематика есть наука история политика футбол советский вот позднесоветский у меня три образования по первому образованию я преподаватель вуза имею ученую степень физ химии преподавал во второе второе образование выше юридическое и третье среднее списание железнодорожное но работая в основном вузе преподавал но в 90-е годы если вы помните их там нужно было подрабатывать поэтому я подрабатывал как представителем юристом ну а где именно в 90 на железной дороге было выгодно подрабатывать ну папа по некоторым тонкостям да если хотите могу рассказать если я но это не очень интересно может быть почему именно в 90 и ими и и именно прибо как когда раскручена инфляция большая до выгодно работать на железной дороге допустим я наработал лнп начальником поезда сверхдальнего и стоимость проезда на железной дороге они корректировали раз три месяца и после месяца она же отставала от реальной потребности поскольку инфляция была большая а без и обесценивать обесценивать все и поэтому до заключаешь фирмы договор и она на по коммерческим ценам выкупаешь билеты вернее выкупаешь билеты и продаешь по коммерческим ценам но такие есть были схемы это же не очень интересно не буду вам забивать голову спрашивайте по политике и по истории что вас интересует не ну я я не буду вам и я не могу не смогу профессионального мнения да я выскажу там свое мнение как любитель как и вы равно как и по истории но история более глубоко изучал как бы но хорошо да я живу в торонто но у меня по истории много роликов заходите посмотрите если вас история интересует или про политики хватает ролик про железная дорога поменьше ну в канаду модно эмигрировать и даже сейчас а то тогда тем более было в нулевых когда я уезжал у меня публикации были в западных журналах научные меня пригласили ну я же я в москве квартиру имеешь она что лежать когда я приезжаю я иду уже иду в с ящик это мой это в мфц меня называют жилец значит я живу хотя физически большее время не нахожусь году вот и вот и вся история а далеки да я даже не знаю она произвольная то есть если меня сейчас она определяет и по регистрации в фейсбуке она-то россию это украину я даже сам и вот вы мне сказали я теперь знаю она рендом выбирает то 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 иное либо либо украина либо россии смотрите пиши пишите комменты заходите по меня меня олег зовут заходите пообщаться в комментах напишите можем пообщаться там по skype или по ватсапу так как за как пожелаете но хорошо спасибо за беседу с прошедшими праздниками с прошедшими праздниками всех благ вам ну да да но еще будет праздник до два праздника старый новый год и крещение я не знаю что я что не хорошо жду вас на канале жду вас на канале пиши пишите комменты ма ваше мнение важно ваше мнение важно для меня спасибо спасибо всем и здесь на этом перекрестке ну пандалом олег дин дин клуб у меня с дин клуб это первое а второе а просто олег дин клуб 2 канал вот за вот зайдите посмотрите второй канал олег дин клуб то там больше исторических чем на первом но раз раз вы из клина наверняка мы с вами беседовали по нюансам географии московской области не так мы с вами общались а она может быть да 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 ну вот я всех подмосквичей спрашиваю некоторые отвечают правильно процентов 15 ну 20 может быть какой самый большой город в московской области по населению сибири зеленоград мечтаем это москва да мы тишки третье место занимается на большие города области балаш боже бобой больше полумиллиона населения но балашка стал городом самым большим лет 9 назад да не одна королев это смытищами нет 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 это разные районы балашиха поглотила город железнодорожный и сейчас уже нет такого города это же балашка и это наиболее крупное увеличение а и ряд иных населенных пунктов вокруг балашки поэтому она стала выросла там более чем два раза а вот а до этого самым большим городом лет 70 был иной город который сейчас занимает второе место какой-то город по вашим ощущениям слушайте не знаю наверно то но это же никакие там электроскальник чехов ну близко город подольск 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 он он занимал вот первое первое место в московской области даже в московской губернии при империи по-моему первое место было а второе место еще лет десять назад занимал город который сейчас откатился на девятое место какой-то город по вашему любя люберцы потому что потому что по отношению к люберцам у правительства московской области абсолютно противоположное отношение чем к балашке от люберец постоянно отщипывают куски вот под последний раз отщипнули котельники сейчас это отдельный город котельники ну понятно я ваших краях был два года назад но не доезжая клина нет туда даже за за клином на западе тверской на 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 западе тверской области как кому-то надо на дачу поехали но горит пошли на речку купаться но это миска речка шириной метров восемь искупались приходим на дачу там на шашлыки аги знаешь как речка называется игры как волга шириной метров восемь волга но там истоки там истоки понятно но я в курсе да ну хорошо значит второй канал просто олег дин клуб заходите нам больше 100 там больше исторических чем на первом ладно спаси спасибо всем естественно перекрестке город московской области знаете я подозреваю что у меня на подольск ну почти правильно подольск лет десять назад еще был самым большим городом и до этого был лет 70 а сейчас его обогнал другой город вот сейчас подольск на втором месте какой на первом хороший вопрос этот город который на первом месте он уже преодолел полумиллионный рубеж там пятьсот двадцать шесть тысяч живет мне кажется это наверное непроверенная информация проверенная проверенная статистика московской области правительства ну это годичной давности может сейчас пятьсот двадцать восемь уже я не знаю ну больше пол лимона точно да ладно не муйтесь не мучитесь город балашиха охренеть но это за счет того что не за счет тамт стоит писать стоятельство и вас одинаково везде а значит того что правительство московской области позволяет поглачать позволяло поглощать балашихы соседние города в частности был такой горлайн нет риотов не поглот задержились дорожный был такой город слышали United вот его поглотила час уже нет такого города тоже город балаших и еще рядный ряд иных населенных пунктов балашиха поглотила поэтому и향ence и вышла на Rom первое место. А вот город, который лет 10 назад был на втором месте, к нему обратная политика Московской области. Его постепенно дробят, отчипают от него территории, и он скатился со второго места на восьмое-девятое. Можете отгадать, какой это город? Скатился со второго на восьмое-девятое место по населению. Это, наверное, этот самый, как его, самая дирхоккейная команда, Химкель, что-то называется, Витязь. Нет, Химкель, Витязь, это, по-моему, в Подольске как раз. Надежда в Подольске. Ладно, не мучайтесь. Со второго на девятое место скатился город Люберцы. Люберцы? Ну, там, мы знаем, скажу честно, там, это как Франкфурт на Майне, там сейчас вот как оно, перетекает одно в другое. Нет, ну, я знаю, я понимаю, но, тем не менее, есть административное отделение, есть регистрация, что в паспорте стоит там город Люберцы или город, там, Котельники или город Москва. Вот, последняя утеря Люберец, это Котельники. Раньше был это район Люберец, сейчас стал отдельный город. Отщепнули от Люберец. Ну, да, не город, но сейчас, как вы, это метро открыли. Там сейчас, как котельник, это новый микрорайон. Это город считается отдельный, Котельники. А отщепнули его от Люберец именно потому, что там построили новый автовокзал. Вместо... Вы знаете, вы заинтриговали меня, потому что я, как бы, узнай, я просто там проезжаю, там через день, через Котельники по Новой Рязанке. И там вот это сейчас это новый микрорайон, они идут, там вот, там вот Островцы, и Люберцы там уже сейчас написано тоже. Ну, а Островцы это вообще Раменский район, а то пошло. Ну, вот там уже написано Люберцы почему-то, я не знаю. Там, вот, едешь по Новорезанке, с одной стороны, это слева Люберцы, а справа Котельники. А раньше это все было Люберцы. Ну, вот, дальше. Потом, в Демотичинском районе такой был городишка, а он сейчас единица, административно отдельная. Это вот возле того, за Дмитров, как это называется. Ну, он называется Королев, раньше назывался Подлибки. Ну, Долгопруд, Долгопруд. Ну, Долгопруд он всегда был, уже, всегда был городом. Раньше, нет. Но в Лобнин-Матическом районе сейчас это единственное. Не был он никогда в Матическом районе, это Лобнинский район. А в Матическом районе был город Королев, раньше назывался Подлибки. А сейчас он, его, как Калининград, да. Ну, станция Подлибки, да. до калининграда назывался подлипки в 30 до войны назывался подлипки вот его соединили от вашего района он уже подчиняется напрямую московской области монина монина юбилейный отдельный город стал тоже да волшебство в станции больше до сих пор называется но я вижу да вы разбираетесь если хотите заходите на мой канал у меня много роликов по нюансам москвы и московской области есть желание да я знаю сумская область копируйте название канала в углу какие-лики вот название канала своего демклуб ведь я написал скопируйте вставите в поиски ютуба и посмотрите ролики про москву и московскую область скопировали до нами наберете это слово в поиск ютуба и попадете серия роликов для вас нюансы географии москвы и московской области ладно приятно было побеседовать всех благ я просто контент для записи еще ну ладно ладно учили учи географию москвы а ладно я тебя могу дать возможность реабилитироваться отвечу смотри значит простой вопрос но он на внимательность сколько на комсомольской площади вокзалов московской железной дороги на комсомольской площади да какой она она вот так не по ответ неправильный же она в народе называется площадь трех вокзалов я тебе говорю я тебе говорю про комсомольская площадь ладно 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 купи купи карты москвы лапать давай успехов всех их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русские это какой чей отвечает воронеж передали 1922 году воронежскую область а в 22 году и львовская область где было в австрове но и В соединенных штатах Геннерализация? Генерация. Генерация Генерального народа. В соединенных штатах Геннерализация? Смешал бы? Да. Да. А как называются? Да. В соединенные штата Геннерализация? Да. Может быть в Санкт-Петербурге. но поведет всегда за внутренней пути. в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо и черный жопа меня не нравится черный жопа ты чё наверно зря жалел деникин хама их надо было брозгать до плетьми а вот теперь не воинство не храма мократия помойки диктует моду на мораль мне наклевать а сердцу горько сучья семя а вы ведем за родную россию как уси их рассею тяжела будет мократия аркафовский губ губ сделан украинским угрозом очевидно пытаясь да 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 украину кто кто все зна группа клинического и по конституции еще раз заявляю власть в Харьковской области четвертая и сильная мы не позволим никому учиться жить я уверяю вас в Харьковской области не будет ни Донецкой ни Гмонской власти будет только Харьковская будет только Харьковская власть но ты мне улица родная и вне погоду дорога Субтитры сделал DimaTorzok